Добрый вечер, уважаемые дачники, садоводы и огородники. Меня спрашивали о такой пикантной ситуации. Собираюсь ли я чего-нибудь удалять у себя на участке? Да? Таки да. Ну, по мере, я себе тут список составил, по мере пополнения коллекции сортов винограда, мы начинаем критично оценивать их показатели, характеристики. Весьма критично, тем более, когда появляются новые гербидные формы или сорта. Ну, вот по некоторым показателям я с весны буду удалять определенные сорта или гибридные формы, потому что некоторые поправят меня потом в пользу других. Ну, я себе выписал некоторые интересные сорта, гибридные формы. Это и хелена мускатный, и перенец ранний, еще кое-что другие. Ну, а буду убирать, конечно, красный, мне он совсем не нравится, потому что ягоды у него мелкие, кукубузиные. Хватает он на гребень полипаралич, то ли, и мельдио гребневый постоянно. Другие нормально стоят, висят относительно, почти все. А этот хватает при любых условиях, гребень у него подсыхает. Соцветия такие по 40-50 сантиметров, остаются там мышиные хвосты на одну треть остается только. И ягоды совсем маленький вкус. Простой, я бы даже сказал, ближе к техническому, но из-за размера его держать я не собираюсь. Не то, чтобы он у меня жирует, сильно рослый, а толка от него абсолютно никакого. Вот. Ну, далее второй кандидат на вылет, это симпатия, то ли его еще по-другому называют Виктор-2. Виктор-2, грозди, растрепы, вид у него не очень базарный, рыночный. Хотя мускат у него присутствует в большей или меньшей степени в зависимости от года. А вот этот год, 18-й сезон, показал его не с лучшей стороны. Мускат был не очень хороший, такой, очень легкий. И в прошлом, позапрошлом году, и в прошлом мускат был хороший, яркий. Но только и того, что были такие растрепы, не очень привлекательные на рыночный внешний вид у него. Буду тоже менять. Как говорил Коля Пасюк из кинофильма «Место встречи изменить нельзя». Да ничего особенного. Ну и буду менять тоже. Опять же, хочу сказать, что это все в моих условиях. На моем суглинке. У меня где-то аж с 1,5-60 чернозем. Дальше идет глинистая почва. Вот. Ну и Тимур у меня сильно, очень, весьма, даже так я бы сказал, слаборослый. Подавляется другими корнями, вероятно. Потому что с полюски его не нагрузишь. Чтобы иногда давал такие, вроде как у других, это нужно всего лишь 3-4 грозди. А при таких показателях у меня и нафиг не нужен. Буду его менять. Тем более вкус у него вообще не особо. Ничего такого хорошего. Есть сорта намного лучше, намного вкуснее. Такие, как Гурман Ранний. Валек тоже очень с мускатом, но тоже по годам. Гурман Ранний у меня всегда стабильно, из года в год дает хорошие результаты. Хороший показатель. И всегда его берут на рынке очень охотно. Даже если собирались брать более дешевый или немножко другой, по классу, если ты можешь так сказать, ниже. Вот. Если люди только пробуют его, все, начинают закатывать глаза от восторга. Это, конечно, виноград непередаваемый и подседы передачи, очень привлекательный. Вкусовые качества у него очень хорошие. Буду менять на подобные сорта. Вот такой вот нехитрый, небольшой список. Пока так. Кормокод у меня внешние данные дает хорошие. Кадрянка тоже на рынке. Я ориентирован на рынок. Кадрянка тоже, вроде, на рынке уходит неплохо. Единственное, что меня смущает, это, конечно, ланцелот. Ланцелот загадка получается грязноватый. Его берут, возможно, из-за этого не так живо. Хотя, конечно, грозди огромные. Просто огромные. Соцветия очень набитые, шикарные, классные. Но подгорает он, конечно. Вот это единственное. Но так все остальные у меня говидные формы сорта, вроде бы, устраивают. Вот такой вот. Если вы надумали сажать у себя, те, которые я собираюсь удалять, я бы вам рекомендовал посмотреть их на рост и внешние данные, урожайность, вкус. Возревает он, не вызревает у соседей. То есть у вас будет почва примерно одинаковая, похожая. Соответственно, и вы тогда можете судить, сажать ли вам или нет. В общем, все. Как вам понравилось видео, ставьте лайк. Всем пока.